Перейдем к следующему, да? Ум проповедника. На этой теме мы закончим. Я хочу побудить вас к постоянному обучению, самообразованию, обучению, учебе. Люди приходят в собрание, они не хотят пить из болота, болотную воду. Она не предназначена для того, чтобы пить. Они хотят свежей ключевой воды. Какой-то яркости, свежести, холодной, утоляющей жажду. И они приходят к вам, чтобы получить это. Ну и можно привести аргументы какие-то из мира, вообще из науки или жизни нашей. Вот как, скажем, хороший юрист, если он хочет оставаться хорошим юристом, он должен постоянно учиться. Новые законы выходят. Вот мы вспоминали с братом Виталием, говорили о хорошем враче. Хороший врач не может сказать, что я просто люблю оперировать. Ну, а учиться это уже не важно. Я просто люблю это делать. И тем более проповедник, который работает с человеческими душами, он постоянно, постоянно учится, постоянно занимается. Вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, так спочешь себя и слушающих тебя. Я хотел несколько примеров привести, чтобы не быть голословными из истории. Примеры проповедников, которые также занимались и учили. Хотя бы возьмите апостола Павла. Первый самый пример, простой пример. Апостол Павел был не просто проповедником, он был выдающимся богословом и ученым. Прочитайте послание к римлянам, вы, наверное, читали. Послание к Ефесинам. Вот посмотрите, какая глубина. И можно сравнить с апостолом Петром. Бог использовал апостола Петра. Но сравните влияние апостола Петра и Павла. Вот по посланиям. Сколько силы и какое влияние оказало на последующее поколение послание римлянам тоже. Сколько людей оно изменило. Благодаря тому, что апостол Павел был действительно книжным, образованным человеком, Бог его намного больше использовал. Вот в продолжении в истории христианства, нежели того же Петра. Вот и многие служители показывали собой пример отношения к образованию. Ульям Тинделл в тюрьме сидел за свои убеждения. И когда он уже перед своей мученической смертью, это было в 16 веке, он сидел в тюрьме, он просил, чтобы ему принесли в тюрьму теплую одежду, свечей и более всего, он говорил, еврейскую Библию, еврейскую грамматику и еврейский словарь, чтобы можно было заняться учебой. А что тебе надо, человек, перед смертью? Библия, словарь, справочник. Заниматься, изучать, изучать Писание. Постоянно этим занимался. Можем вспомнить Кальвина, который много времени проводил в подготовке. У него было слабое здоровье, он много времени проводил в постели, но ему приносили книги. Он читал, 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 читал и занимался. Можно вспомнить Джона Весли. Джон Весли родился в начале 18 века и получил образование в Оксфорде. Но он не сразу стал благовестником, известным проповедником. И первые опыты его были такими обескураживающими, они не принесли какого-то благословения. Но когда он пережил обращение, Бог очень сильно его использовал. И Весли очень много сделал. Он в течение жизни произнес где-то 40 тысяч проповедей. Он на лошади наездил 400 тысяч километров. Ну это, представьте, примерно 10 раз вокруг света на лошади. Вот, вот вокруг ездить и ездить. И его служение сейчас приносит большие благословения, но тогда, по свидетельству Кальвина, он изменил курс английской истории. И когда Весли умер, оставалось 135 тысяч членов и участников методистского движения. Он оставал это движение, методистское движение святости поначалу. Вот и 135 тысяч. И он никогда не переставал учиться. Весли ездил на машине, он не на машине, на лошади. И во время путешествий своих он работал с грамматиками. Составил грамматики английского, французского, латинского, греческого, еврейского. Кажется, зачем это надо проповеднику? Он издал новый завет на греческом, сделал свой перевод Библии. Я думаю, недаром Бог его так сильно употребил. Много может сделать для Бога такой посвященный, необразованный брат. Но если этот брат еще и занимается, если он учится, Бог может намного больше через него сделать. Намного больше. Об этом говорит история. Вспомните Джонатана Эдвардса, мы о нем вспоминали. В 6 лет он уже овладел латинским языком. Он писал философские статьи. Его называют одним из трех выдающихся мыслителей Америки. И Бог его так использовал, что он стоял в начале этого великого пробуждения, думаю, в 18 веке в Америке. Помните его проповедь, грешники в руках раздемного Бога. Это было начало. Вспомните Вильяма Корея, нашего брата Баптиста, который стал отцом миссионерского движения. Вы читали, наверное, о нем. Он уехал в Индию. Он изучал еврейский, греческий, голландский, французский, итальянский. Я не помню точно, где-то, может быть, до 30 или даже больше языков была переведена Библия, ее отдельные части. Вот к концу его жизни в Индии. Бенгальский, хинду. Все языки индийских племен очень много он сделал. Очень много сделал для Господа. Конечно, не все проповедники имели возможность учиться в семинарии. Например, Чарльз Финей, Дуайт Муди, Билли Грэм. Билли Грэм учился в колледже. Он семинарию полностью не закончил, но не учился в колледже как части такого богословского образования. Но эти люди, даже те, которые не могли учиться, они много занимались самообразованием. Прочитайте книги Билли Грэм, например, «Мир с Богом». Ну, разве не образовывание занимались самообразованием? Он очень много занимался и учился, делал, занимался над собой, занимался этим. Возьмите того же Муди. Муди тоже не мог последовательно где-то закончить семинарию в свое время. Но Муди был очень заинтересован в образовании. Он сам основал институт. Вы знаете, слышали, институт Муди. Там семинария возникла потом. Муди очень работал в образовании. И он сам когда-то признал, говорит, недостаток образования был всегда моей самой большой проблемой. Он так хотел учиться. Не всегда успевал, но стремился к этому. Спержин тот же. Он основал колледж. В Англии есть колледж Спержина. Он стремился к образованию. Стремился учить молодых людей. Билли Грэм когда-то сказал, если бы я мог начать служение по новой, я бы сделал два изменения. Первый, я учился бы в три раза больше. И второй, я проводил бы меньше компаний. Учился бы в три раза больше. Билли Грэм считал, что ему недостаточно, недостаток образования и учебы. Вот и Билли Грэм, ну он продолжал учиться, заниматься самообразованием, особенно чтением. Билли Грэм очень много читал. Он читал, читает, читает, читает. Ему, кстати, жена помогала. Мы сегодня вспоминали жену их учебу. Вот жена Билли Грэма тоже много читала. Вот и она потом вечером делилась с ним, рассказывала. Вот я прочитала там то, то, а вот это тебе для проповеди подойдет. Он записывал, записывал, записывал. Вот очень помогало бы ему это. И на что внимание я хотел бы обратить? На чтение. Вот. На что много видов самообразования. Например, образование чтения. Вот мы смотрим на природу и учимся. Мартин Бубер рассказывал о Равине, который ходил каждое утро на пруд учиться песне лягушек, как они славят Бога. Можно учиться у лягушек. Иов, говорит, спросил скота. Вот ты смотришь на животных и чему-то учимся. В братьях Карамазовы и Достоевский советовал, люби Божье творение в целом и каждую песчинку. Люби каждый листик, каждый луч Божьего света. Люби животных, люби растения, люби все. Если ты любишь все, ты постигнешь Божью тайну в вещах. И ты начнешь понимать эту тайн лучше с каждым днем. Вот если ты будешь вникать в природу, ты будешь больше знать о Боге. И о том, какой Бог. Иов об этом и говорил. Он обращался к природе, чтобы научиться мудрости. Спросил у скота там и научит тебя и так далее. Потом, то есть образование и жизнь с природой или жизнь, познание природы. Я думаю, очень много помогает нам. Помогает. Общение с толковыми людьми. Наши студенты свидетельствуют. Половину благословений они получают от общения с другими студентами. То есть то, что они получают в классе, это одно. Но второе, они говорят, мы получаем не студентами. То есть то, что они получают. Общаемся друг с другом. Когда учатся друг у друга. Общайтесь с умными людьми. Кто-то мне говорил, что можно подойти к умному человеку, спросить, что ты думаешь об этом. Потом получишь ответ, ответ и так далее. И можно что-то получить. Конечно, самая лучшая система, получить образование систематическое, это пойти в семинарию, в колледж. Как вы пошли заниматься этим постоянно. Может быть не все это могут и не у всех такая возможность. В свое время, когда я пошел в семинар, я 4 года был, ну просто день и ночь. Это было такое благословение. Представьте, день и ночь заниматься Библией. Тяжеловато было с материальной точки зрения. Но это такое благословение. И каждый день, и каждый день. И история церкви, и богословие. Это большое благословение, которое может быть у нас. Но, может быть, не всегда это будет продолжаться. Не всегда мы можем сидеть в классе за партой. Но мы всегда можем читать, читать и читать. Я хотел особое ваше внимание обратить на чтение. Чтение книг. Чтобы вы занимались, читали и читали. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие. И хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok